Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж. Всё как всегда. И сегодня мы будем пытаться покупать автомобили из автосалона и выбивать какие-то блатные номера. То есть полублаты, возможно, фулблаты, возможно, какие-то красивые... Хотя зачем, блин, мне эти зеркалки? Вот реально, полублат либо фулблат. И давайте сразу вам заикнусь в начале ролика, чтобы вы досмотрели хотя бы до конца. Короче, тачка, на которую выпадут самые лучшие номера или полублаты, или фулблаты, или там, не знаю, красивая зеркалка, либо красивые какие-то буквы. Мы её разыграем в конце серии. Так что досматривайте до конца, чтобы узнать все условия и как выиграть эту пушку. А я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Итак, парни, неспроста мы начинаем возле банкомата. Итак, подходим и просто снимаем сразу лям. Сегодня у нас вообще уже 33 ляма, на руках лям 700 пойдёт. Давайте сразу уберём роз, потому что будем сегодня мы открывать жиги. Да, это, конечно, не то, что хотелось, так как мы делали, кстати, в МТА. Это я позаимствовал у себя же лично рубрику в МТА, которую я снимал ещё в 2018 году. И в 2019 снимал, не помню ли, в прошлом году снимал. Но сейчас на экран вылетит два ролика, где я выбивал тоже на смотри, только в МТА, тачки. И мне выпал вроде в одном видосе, не скажу в каком, тачка на полублате. Так что можете пойти посмотреть. Да, если честно вам сказать, я пытался выбить третий раз. На третий раз я видос записал, но он что-то там не сохранился. Какая-то фигня со звуком была, я его удалил. Вот. Почему я буду открывать жиги? Ну, потому что у меня денег-то не особо много. В принципе, жига пойдёт. Но если вы поддержите этот ролик лайком, то я обязательно пойду. Мы откроем чуть дороже. Например, какую-то тачку, с которой уже можно снять номера. С жиги вроде как номера нельзя снять. Можно только с тачки, у которой гос больше 400 тысяч. Ну, это я по меркам МТА, конечно же, сужу. Вот. А здесь, не знаю, наверное, так же. Вот. Поэтому мы будем сегодня открывать жигу. Именно вот эту копейку. Поэтому я еду вот на такой копейке на номере ОМР 88750 регион, который я купил у пацана за 100 тысяч. В принципе, она стоит где-то лям. Ой, говорю лям. 300 тысяч где-то она стоит. Вот. Есть у меня 4 свободных места. Поэтому заходим сразу уверенно. А что мне забагался плюс лям? Заходим, короче, уверенно. Сегодня движуем на... Просто на полтора миллиона. Так как жига стоит 150 тысяч, мы будем покупать 10 жиг. И посмотрим, есть ли какая-то просто возможность, либо шанс, чтобы выбить какую-то тачку на блатном номере. Когда был за БТ, мне выпал гелик там на 3х иксах. Типа, сейчас посмотрим, что здесь будет. Давайте цвет кузова выберем. Давайте первую возьмем белую. Совершаем покупку. Я надеюсь, я же не в тачке. Я просто заспамнись. Мы смотреть не будем, конечно же. Вот. Сделали покупку. Дальше выбираем жигу. Ну, мне кажется, вообще ничего не выпадет. Вот отвечаю просто. Цвет кузова. Давайте вторую сделаем. Вот такую вот серую. За 150 тысяч. Блин, никогда не подумал, что куплю сегодня себе 10 копеек. Просто капец. На следующей серии, наверное, будем... Где-то 34. Ну, если этот ролик хорошо наберет активности, то... Можем что-то и подороже. А я напоминаю, это лайк, комментарий, подписка, конечно же. Вот черная копейка прям вообще топово смотрится. Белая, серая, черная. И красная. Сейчас будет последняя, я думаю, все-таки. Сутенерская копейка, либо розовая. Давайте красная. Сказал красная. Розовая будет в следующей десятке. Конечно, было бы у меня немного побольше домов. Можно было сразу открыть. Во! Четыре жига отлетело по 150 тысяч. Вы, наверное, это не видите сразу, все тачки на монтаже. Я, по крайней мере, тоже не хочу все видеть. Поэтому я спаунил сначала первую тачку. Я не увидел, прям клянусь. Нер 53085. Ну, в одном случае говно просто. Так, вторая копейка. Я специально один глаз закрыл, чтобы не увидеть. Потому что так будет неинтересно. Я все заспойлерю. Следующая черная копейка. ТХН 397. Ну, такое прям. Вообще, ну, такое черное. Нас что-то не порадовало. Давайте вот эту. А, я знаю, почему не порадовало. Я говорил красный, купил розовый. Вот. Это Вой 09546. Ну, тоже такое говно, если честно. И последняя копейка осталась. Блин, думал сначала ту свою заспомнил. Хар 428. Пацаны, просто ни о чем. Просто ни о чем. Сейчас берем эти копейки все. Едем в утиль. И сдаем. Так, пацаны, мы прилетели на пункт сдачи автомобилей. Здесь уже стоят, как всегда, перекупы. Которые ловят тачки. Так, а не ту жигу убрал. Вот, кстати, как номера светятся. Я же вам даже и не показал. Убираем эту жигу. У меня там дома. Просто надо, как бы, туда закинуть бабок, чтобы они слетели. Я 10 копеек покупаю. Ну да. Вот, она капец какая медленная. 112 500. Кстати, еще адекватно сливаю. Нажмите сюда, нажимаю. Подписал. Я думал, я солью намного больше бабок. Если честно, я думал, она уйдет как минимум в Х2 минус. Главное, не ту жигу случайно слить. Не слить, вернее. Опа. Серая ушла. И осталась последняя. Белая. В итоге, на каждой шиге я ушел в минус на 37 500. Мне кажется, должна хотя бы зеркалка выпасть. Хотя, с моим везением, что и в МТА, и что здесь, мне кажется, ничего не выходит. Итак, автоваз наш родненький. Ой, нет. Блин, по привёжке Ф1 нажимает. Это же Ф3, как бы, надо нажимать. Всё, консультант, кстати, что написал? Пацанский ТАС радует нас. Без спору. Вообще, спору нет. Российские автономители. Так, давайте опять жиги. Давайте купим теперь каких-то новых цветов. Давайте купим... Да, хотел опять чёрную купить. Давай купим голубую. Совершить покупку. Нет, давайте какой-то стильный цвет. Где-то вот такой. Во! Такой прикольный. За 150 тысяч. Одна ушла. Так, теперь идём, покупаем вторую. И давайте, всё-таки я хотел красную жигу. Давайте купим красную жигу. Выбрать цвет кузова. Вот красный. Ой. Вот такую вообще пушка. Давайте теперь возьмём, не знаю, какую-то зелёную жигу. И останется какой-то ещё один цвет. Так, копейка. Цвет кузова. Давайте возьмём какой-то тёмно-зелёный. Прям последняя жига. Копейка. Выбираем какой-то цвет. Какой мы ещё цвет не красили. Давайте в жёлтый, реально. Жёлтой копейки у нас ещё не было. Так что давайте выберем какой-то нормальный цвет. Во! Чисто банан. Мелкий такой. По традиционности я закрываю один глаз. Беру тачку, спауниваю. Теперь наш банан. Какой здесь номер будет? ЕХС 567. Ну 567 это ещё более-менее, кстати. Берём следующую жигу. Это уже у нас какая жига? Пятая. Шестая жига. Капец. И здесь ВЕВ 367. Ну такое. 567 было получше. Теперь красная жига. Здесь РНТ 814. Ну вообще ни о чём. Вообще ни о чём. Тупо не падает. Вообще не падает. ОРТ 4668. 68. Вот как это всё светится. Но лучше всех это 567. Едем, короче, пацаны. Мы сливаем эти жиги. И едем ещё за одной партией. 567. Конечно, её можно было бы оставить. Но мне кажется, может выпасть что-то получше. Так что давайте сливаем. Можно на квадриках потренироваться. А, у них нет номеров своих личных. Понимаю. И последнее. Ой, дом, милый дом. Про Ю. Да, я про, пацаны. Про вообще. Сейчас я думаю купить всё-таки. Давайте 4 копейки возьмём именно в чёрном цвете. Потому что чёрный это такой, как бы, блатной цвет. Возможно, нам как-то подсобят в этом. И кинут какой-то годный номер. На что я очень сильно надеюсь. Итак, пацаны. Мы купили 4 новых копейки. Блин, был бы у меня дом, можно было сделать свой вообще прокат. Закрываю вам на монтаже. Блин, вот это задолбуюсь. Монтирует первая чёрная копейка. Это у нас ВАА-308. Ну, такое. 567, конечно, было, мне кажется, получше. Хотя, вряд ли. Вот, следующая чёрная копейка ВНЕ. А чё всё на В начинается? Вас не смущает? 01 регион, номер 1 чисто. Третья копейка. А что у нас здесь стоит? Хе-хе-е-847. Ну, блин, почему зеркалки вообще не падают? В МТА хотя бы зеркалки вообще очень часто падали. А здесь вообще ничего не падает. ТВР-667-38. Но она, мне кажется, как-то получше смотрится, чем вот тот 5-6-8. Поэтому давайте оставим вот эту ТВР. И пойдём сольём те три жиги. И прокрутим ещё три жиги. Ах, последний просто рывок в этот автосалон, в этой серии. За трема жигами. Мы купили три чёрных. Теперь давайте купим просто три белых жиги. Вот, ещё один пацан приехал с жигой. Давайте продам. По классике. Первая жига. Оп. РВМ-261. Пацаны, я уже не верю в эту фортуну. Это капец какой-то. А где жиги? А, вот жиги. Первая жига. СТМ-425. И ещё одна жига. И жига. Опа. И... 8-8-7 ххм. Всё, пацаны. Это финальный лот, за который вы будете бороться. И у нас осталось две копейки на номере ТВР-667 и ххм-887. Но я думаю, 8-8-7 будет получше. Там и плюс две буквы ещё одинаковые. Это, к сожалению, всё, что мы смогли сегодня, как бы, пацаны, выбить. Всё-таки, пацаны, не даром я говорил, что белый цвет принесёт удачу. Я приехал на белой жиге, вот. Почему-то здесь очень плохо номера прорисовываются. На белой жиге, на номере 8-87 ОМР. И выбил белую жигу на номере 8-87 ххм. В принципе, вот такую жигу вы можете выиграть. Она фулл сток. Ну, буквально, сколько затюнит. Ну, внешка, это диски 2000, тонировка там, ну, тысяч 5 максимум. И внутрянка 1040, типа. 200 тысяч она вам... Ой, какие 200 тысяч? Ну, 1050-70 она вам станет, вот. Всё, что вам нужно для участия, это, первое, подписаться на канал. Второе, это написать любой комментарий и обязательно, обязательно написать свой ID ВКонтакте. Потому что в предыдущем конкурсе, который вы видите, итоги в конце серии, написало всего лишь пару человек свой ID и половина не написала. Поэтому, если они всё-таки выиграют, я с ними никак не свяжусь. Поэтому не забывайте писать свой ID ВКонтакте, вот, и поставить лайк на этот видеоролик. И вы автоматически становитесь участником этого розыгрыша на вот эту вот жигу, на вот эту, вот эту, у которой я сижу. Итоги я подведу, как всегда, в следующей серии. Ну, а с вами был Эван, пацаны. Вот такой вот, блин, видос вышел. Вот я честно, вот честно, прям надеялся, что мы что-то выбьем. Но выбьем мы всего лишь ххм887. Типа, как бы, она не зеркалка даже. Вот так, два символа там одинаковых, два символа так. Это самое лучшее, что нам сегодня выпало. Также выпало 667 и 567. Это всё. И потратили мы с вами 700 тысяч. 700 тысяч. За 700 тысяч мы купили жигу на номере 887, полностью стоковую. В то время, когда я купил вот эту жигу всего лишь за 200. Такое, пацаны, вот, у меня везение. Если, напоминаю, если этот видос наберёт хорошую активность, мы в следующей серии пойдём, откроем ещё какие-то автосалоны. Вот, ещё какие-то тачки, уже на номерах, которые можно снять с автомобиля. Я просто не помню, можно ли снять на вот этой жиге номера, но вроде нет. Всё, не забывайте участвовать в конкурсе. Вот такие у нас видосы сейчас выходят. Просто пытаемся поднять бабок в казино, пытаемся поднять бабок на контейнерах, пытаемся бабки поднять, выбивая тачки на блутых номерах. Такие вот интересные способы, но я вас не буду задерживать. С вами был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи в конкурсе и всем пока-пока. Давайте подведём итоги с конкурса. В предыдущем видосе, где мы открывали контейнеры, вот заходим на него, он набрал 371 просмотр и 34 лайка. Копируем ссылочку. Хотя, копировать ссылочку мы не будем сейчас сказать, что это же конкурс. А теперь смотрите, всего лишь набралось на этом ролике 14 комментариев с учётом моего. Мы просто идём и чекаем все комментарии. Все пишут, 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 так есть один Тони Арт, написал свой айдишник, в обязательном условии было написать свой айди вконтакте, чтобы я вам подписал. Вот, например, пацан, вот так, Антон Демянов, как я его буду искать, я вообще без понятия. Вот, один победитель есть и есть второй, это два пацана, которых написали просто свои комментарии. Вот, сначала новый, опять сделаем. Вот, Тони Арт и Максим Дончак. Так, давайте им напишем, что они выиграли по 100 тысяч. Так, Максим Дончак, давайте откроем, напишем ему, привет, ты выиграл 100к на сервере смотра рейдж от Эвена. Ему отправляем и отправляем Тони Арт. Кстати, очень знакомый пацан, он вроде мне что-то даже выигрывал. А, он меня уже выигрывал, бабки, 250 на рейджи, вот. Вот, вот везунчик, пацаны, а вы не хотите участвовать, пацан уже второй раз забирает бабки, вот так.